Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Часто ли они ощущают стресс и тревогу, а также усталость, разнообразные боли, проблемы с концентрацией и проблемы с пищеварением. И в результате этого опроса выяснилось, что люди, которые поглощены новостями, испытывают и физические и прочие недомогания, тревоги, страхи, головокружение, тошноту, проблемы с памятью больше, чем среди опрошенных. Среди людей, которые были чрезмерно погружены в новости, 61% жаловался на различные физические недомогания и проблемы с психикой. А среди людей, не поглощенных новостями, всего лишь 6% ответили, что да. То есть разница очень впечатляющая. — О чем это говорит? Ну, в принципе, ведь, может быть, люди стремятся следить за новостями не только потому, что они могут на это повлиять, но они могут, условно говоря, повлиять на свою повседневную жизнь. То есть если я узнаю о каких-то критических событиях, я бегу закупать туалетную бумагу и консервы, если вдруг я узнаю, что что-то там случилось, какие-то или военные действия, или какой-то всплеск заболевания, пандемия, или что-то чрезвычайное, ну, в таком, может быть, ключе? — Это, наверное, примерно то, что они себе объясняют. Но вообще, на самом деле, что такое для современного человека потребление новостей? Допустим, в советское время это были газеты, программа «Время» по телевизору, какие-то новости, ну, радиомаяк или что-нибудь такое. — У кого-то там, предположим, зарубежные голоса вечером мог поймать и услышать что-то, альтернативную какую-то историю. В более позднее время появился интернет, и новости стало можно читать, а потом появились социальные сети, в которых можно искать новости в том, что пишут другие люди. Не профессиональные журналисты, не радиостанцы, а просто другие люди. То есть, на сегодняшний день, что подразумевает под потреблением новостей человек, который вот сейчас погружен? Он их читает, он их слушает, он их смотрит. Причем он смотрит не только новостные каналы, он смотрит заодно, ну, как же без этого, интервью с разными персонами, их мнением. Что думает там о пандемии или о войне актер такой-то, или писатель такой-то, или спортсмен такой-то, или блогер такой-то, и так далее, и так далее. У всего этого куча отсылок. То есть, человек заходит на YouTube, где, как мы знаем, бездна информации и бездна самых разных экспертов. И настоящих, и в кавычках. Человек смотрит... Но обычно люди... Почему иногда к понятию новости, это уже скептически. Новости, значит, мы для себя узнаем что-то новое. Ну, логично же. Очень много людей предпочитают потреблять новости только из одного источника. Им, как бы это сказать, идеологически близкого. И это трудно быть новостями. В общем-то, они скорее получают подкрепление собственным убеждением и взглядом. Ну, вот я же говорил. Кто-то, невзирая на все запреты, которые, на мой взгляд, достаточно бессмысленны в наше время, все смотрит исключительно российские новости, телеканалы и так далее, и так далее. И считает, что там есть основной источник истины, а все остальное клевета и введение в заблуждение. Кто-то альтернативные точки зрения, или прямо противоположный, берет все источники противоположной стороны и тоже их слушает. В общем, это даже, мне кажется, не за новостями, а опять за убеждением в своей правоте и в поиске единомышленников. Я даже могу подтвердить, сказать, что, ну, вот, мне кажется, что людей больше интересует не нейтральная подача новостей, условно говоря, там, ну, не знаю, там, в новостных агентствах или где-то там, что вот состоялось, там, не знаю, очередное заседание правительства, которое приняло такие-таки решения, а скорее они прочитают блоги, которые скажут, ну, вот, опять эти вот, значит, сжирубесящиеся, повысившие себе там зарплату, эти вот зажравшиеся чиновники пытаются облапошить народ, принимают, значит, очередные какие-то законы, которые должны нас оставить там без денег. Ну, и вот примерно вот это льёт просто вот как бы ему мёд на душу, то есть человек читает уже какую-то интерпретацию новостей, которая ложится в его картину мировоззрения. У меня возникает в этом поводу неаппетитная ассоциация, как птички некоторые, которые еду переваривают, ну, отрыгивают в рот своим птенцам. Вот мы, точнее, многие потребляют кем-то уже переваренную и разжёванную информацию. Они её не усваивают сами, они воспринимают её просто вот кем-то уже переработанную, готовую, она даже не является объектом некого критического мышления, она даже не является объектом анализа. Она воспринимается только вот целостно, как аксиома. Это сказали, я достаточно давно приучил себя после любых новостей, даже, казалось бы, тех, которые мне созвучны, и тех, которые мне, скажем так, соответствуем убеждениям. Я привык задавать себе вопрос, оправдали ли это. Вот, мне кажется, в наше время этот вопрос абсолютно уместен, потому что, как мне кажется, максимально приблизиться к правде мы можем только исследовав несколько различных источников с противоположными взглядами, с какими-то доказательствами. Тогда у нас есть шанс вывести некую среднюю информацию, которая будет наиболее близка к правде и, скажем, очищена от эмоций. Но даже это, по идее, это занимает немного времени. Даже это занимает, ну сколько это, ну полчаса максимум. Скорее всего, меньше при нынешних средствах массовой информации. Поэтому люди, которые снова, снова и снова заглядывают в новости с интервалом в несколько минут или несколько часов, несколько раз за день, будем откровенны. Это поиск новостей или нечто иное? Я могу сказать, вот, с точки зрения человека, который получил историческое образование, вот нас учили, всегда говорили, что историк не может опираться только на один вид источников при изучении какого-то исторического события. Условно говоря, мы не можем изучать вот какое-то народное восстание только на основе документов правительственных, которые вот подавило это восстание. Потому что там будут, естественно, это названы бунтовщиками, заговорщиками, мерзавцами. И, ну, будет своя интерпретация. Или, используя эти источники, мы должны подходить к ним критически, пытаясь найти какие-то зерна истины и пытаясь восстановить объективную информацию. Что же на самом деле произошло? Какие были причины бунта? Просто ли это вот вспыхнуло, как какое-то хулиганское, или это было вызвано каким-то? То есть, ну, вот это то, вот как обычно работает историк, если он в самом деле считает себя ученым. Даже если не считаешь себя ученым, и не хочешь что-то понять, мне кажется, важно иметь несколько источников. Ну, в конце концов, к вам придет кто-то из ваших друзей или знакомых и выскажет негативное мнение об общем друге, то, скорее всего, вам захочется не принять автоматически на веру, а узнать что-то еще, спросить кого-то еще, понять, что же на самом деле происходит. Я думаю, так же и с историей, и с новостями. Если очень важно понимать разницу, древнегреческий философ Парменид говорил о том, что есть разница между истиной и мнением. Вот мы в основном все собираем мнения, чужие мнения, мнения людей, которые, может быть, даже образованные. И у нас возникает масса вопросов, почему именно такое мнение, насколько это мнение созвучно нашему, насколько это мнение имеет отношение к истине и так далее. То есть, есть вообще такая сложная категория. Но мне кажется, что люди, погрязшие в новостях, собирают мнения. И это вообще даром не проходит, потому что, как писали ученые... Звонок у нас. Вот сейчас, я надеюсь, что человек перезвонит. Да, есть. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Вы понимаете, плохо то, что вот я обращала внимание на улицы, в транспорте люди, кто-то слушает одни новости, кто-то другие, потом идет обсуждение, когда иногда уже агрессивная какая-то, агрессивный настрой. Причем не знаю почему, но я обращала внимание, что этим отличаются женщины. Мужчины как-то они более спокойные. Вообще стараются не ввязываться в споры. Вот что с этим делать? Как людей... Консенсуса никакого. Каждый упертый, каждый свое доказывает. Чуть не до драки. Спасибо. Хороший вопрос. Я думаю, вообще консенсус в наших краях давно позабытая категория. Никто его не ищет. Если вы замечаете, вот последнее, когда я и читаю в разных новостях мнения и даже высказывания наших местных политиков, не идет речь о дискуссии. Есть такое слово разъяснить. Людям надо просто разъяснить, объяснить, что это значит. То есть мы уверены, что мы обладаем истиной. А все остальные блуждают во мраке невежества и заблуждений. И наш долг их просветить. Знаете, как миссионеры, приезжающие в племя в Африке или в Америке и пытаются пролить свет в души заблудшего дикаря. Вот эта позиция объяснить и разъяснить мне кажется очень интересной. Хорошо бы самому для начала понять, причем кому-то что-то объяснять. Лариса, я могу сказать, что это та ситуация, где мы не можем вмешиваться в чужие разговоры, мы не можем кого-то переубеждать, только он не спрашивать нашего мнения. То, что мы можем сделать, это сохранить собственное спокойствие души. Это может звучать эгоистично, но мне кажется, когда каждый начнет с самого себя или будет разговаривать с тем, кто хочет об этом разговаривать, в чем именно разговаривать, на равных, уважительно, а не пытаться тебя просвещать, тогда появится возможность что-то услышать. Ну, я общественно-транспорт редко так же получилось, но я вижу людей, и мне, вот по моим наблюдениям, среди мужчин, людей, агрессивно вовлеченных в современную политическую повестку, ничуть не меньше, чем среди женщин. Может, даже нережь и высказываются. Ну, может, у нас с вами случилось разные источники. Так вот, что сказали ученые, которые проводили эти исследования, что это все намного опаснее, чем могло бы показаться. Почему? Потому что люди, которые настолько поглощены новостями, постоянно, ежедневно, эти люди находятся в хроническом стрессе и, да, в тревоге. Потому что это вот желание держать все под контролем, держать руку на пульсе, это типичное проявление тревоги. Вот, все, кто имели дело с очень тревожными людьми, знают, что одна из их особенностей это желание все контролировать. Почему среди тревожных людей много перфекционистов, которые хотят, чтобы все было на своем месте, очень вовремя, каждая вещь должна быть ровно там, где она должна быть, и любое несовершенство порядка вокруг себя, люди очень болезненно, они ругаются своими близкими, они переживают. То есть, это и есть тревожное желание иметь иллюзию контроля над окружающим миром. Что такое тревога? Тревога – это страх перед чем-то неясным, неприятным, что может быть в будущем. и желание взять мир под контроль, уверить себя, что ты все контролируешь, это дает кратковременную иллюзию спокойствия. И кратковременную, и иллюзию, потому что очень быстро человек не в состоянии держать мир под контроль. Там несовершенство, там ты не можешь контролировать других людей, ты не можешь контролировать происходящее в мире, тем более. Поэтому люди, которые пытаются через потребление новостей, контролировать все вокруг, находятся в постоянном стрессе и тревоге, и это, как давно уже известно, очень вредно для нашего организма в целом. То есть высокий постоянный уровень стресса это связано с иммунитетом, влияет на наш иммунитет, это поддерживает в организме высокий уровень хронического воспаления, а хроническое воспаление в организме, оно влияет и на риск диабета, и на сердечно-сосудистую систему, на наши сосуды, и еще на множество всего. То есть все это не так уж безобидно. Да? Далее. Конечно, попытка постоянно быть в новостях, находить множество печальных событий, которым сейчас мир переполнен, это само по себе вызывает тревогу. Но мы употребили изначально слово зависимость. Чем отличается зависимость? Вот у нас часто вопрос заходит с людьми, у которых зависимость от алкоголя, или люди, у которых проблемы с контролем пищи, или с курением, со множеством вещей. Чем отличается зависимость от здоровой потребности? Вот допустим, если мы любим хорошей компанией иногда выпить хороший алкоголь, как часть беседы, как удовольствие от вкуса, и так далее, и так далее, это некая потребность. Если мы голодные хотим поесть, мы удовлетворяем потребность. И мы довольны, нам хорошо в итоге. Зависимость. Зависимость от алкоголя, это алкоголизм. Зависимость от еды, это то, что компульсивное переедание, или булимия, и тому подобное. То есть зависимость, мне кажется, две важные черты. Она всегда разрушительна, она ведет нам во вред, и зависимость нас всегда тяготит. Вот как мы ее осознаем, и потом тоже моральная похмель. То, что люди спрашивали меня в других передачах, моих коллег, не так и пишут. Я понимаю, что это не так, что нельзя столько сидеть в интернете, нельзя столько поделать, рука сама тянется, кнопки, рука тянется, и мне от этого тяжело и плохо, ничего не могу с этим сделать. Вот зависит от тяготит, наступает такое моральное похмелье, зачем я это сделал. помимо того, что мы перечислили, человек, который постоянно погружен в новости, и все они в основном плохие, неизбежно будет в тревожно-депрессивном состоянии. Человек постоянно тревога будет плохо спать. Ну, это тоже, я считаю, о совершенно простых последствиях очевидных. Человек, постоянно испытывающий тревогу будет в раздражении, то есть он будет срываться на тех, кто рядом с ним, на близких, на коллегах, еще на ком-нибудь. Если он еще не он властью, этот человек, наверное, это будет сказываться на его подчиненных не лучшим образом. Будет проблема с основом, наверняка. Проблема с основом будет, опять же, решаться или с помощью алкоголя, или с помощью снотворных, что тоже не очень здорово и не очень здорово. То есть есть масса далеко идущих последствий, которые в итоге охватывают все сферы нашей жизни. Они затрагивают наше здоровье физическое и психическое. Они затрагивают работу, отношения с близкими и так далее. Кроме того, есть такое классическое определение зависимость это способ ухода от проблем. То есть не все же люди становятся зависимыми от новостей. Так же, как не все становятся алкоголиками и так далее. То есть кто-то потребляет новости умеренно и раз в день хотя бы или сколько. А некоторые реже. Кто-то не вовлекается в них настолько эмоционально. А кто-то почему-то становится для этого уязвим. Вот я думаю, что уязвимы, зависимы от новостей, уже люди, у которых уже есть проблемы. У них уже есть какие-то тревоги, нелады в жизни, с близкими, со здоровьем, с чем-то еще, с работой. То есть по идее человек, который уходит с головой в новости, становится тоже хоть свое родное убежище. Ну, потому что намного легче думать о глобальных проблемах, о мировых проблемах. Шутили раньше о Гондурасе. Да, нежели думать о своих собственных проблемах. Я же думаю о том, что тебе надо наладить в собственной жизни. И поэтому бесконечный просмотр новостей это есть понятное обоснование. То есть я переживаю за весь мир, я волнуюсь за судьбы страдающих на войне, я желаю победы в Украине или России, или я борюсь с американским заговором против всего человечества. неважно. То есть зависимость становится уходом от проблем, которые в свою очередь становятся серьезной проблемой. А потом, насколько я разговаривал с людьми, они же не ограничены, вот допустим, людей волнует война. Они уходят в тему войны, а оттуда идут какие-то экономические новости, а оттуда идет кто-то уходит в проблемы выборов в Америке, хотя где-то Америка и где мы. И кто-то уходит в новости в других странах, и это превращается в такой водоворот, который тебя затягивает, из него вынырнуть невозможно. То есть ты вроде не так давно сел к компьютеру, а прошло уже достаточно много времени, и это время ты не занимался ни собой, ни своей работой. то есть как говорят многие, вот я знаю, недавно распались отношения у одной моей пациентки, потому что ее мужчина приходил домой и садился смотреть новости. Говорил, ну я же должен знать, я развитый человек, мне должен понимать, что происходит, как ты не можешь меня понять. То есть в общем-то в итоге их отношения и закончились. Человек постоянно часами весь вечер сидел в новостях и даже ночью не разговаривал, не общался, с ним нельзя было поговорить, рассказать о чем-то. Естественно, отношения этого не выдержали. Хотя, казалось бы, еще, ну не знаю, ну 150-200 лет назад огромное количество людей просто не имело физической возможности интересоваться новостями. Новости доходили в виде слухов, сплетен, то есть, ну вот пока появились первые газеты, пока вот телеграф стал распространять какие-то события, а до этого, господи, столетиями, тысячелетиями. Город, ярмарка, купцы приехали, рассказали что-то, там пришли, посланники от правителя огласили, что то-то и то-то происходит. В некоторых отдаленных местах даже не знали, что успела власть поменяться, тому подобные вещи. В чем-то это были хорошие времена, потому что на самом деле очень интересно знать, что происходит во всем мире, но вопрос зачем столько знаний, что они нам реально дают, остается открытым. Из этих знаний сколько на самом деле полезных. Что нужно делать, на мой взгляд, с зависимостью от новостей? Ну как сейчас, с любой зависимостью, надо сначала осознать, что это зависимость. Пока мы не осознали, пока нам кажется, что все в порядке, делать ничего не можем. есть такой самоконтроль, который мы, каждый из нас может провести. Ну, самое простое естественно, это начать отслеживать, не обманывая себя, может быть, даже записывая, сколько раз в день мы погружаемся в новости, сколько времени у нас уходит. Вот я слушающим нас людям искренне. Вот попробуйте. Вот вы сели к компьютеру или в телефоне что-то послушать, или в телевизоре, неважно. И где-то все возьмите и заметьте. Вот столько-то в такое-то время я вошел, в такое-то время вышел. И так каждый раз за день попробуйте это. Только, ну, делать честно. Ну, считать ли, например, если я зашел в социальные сети просто посмотреть, вот это считается, что это новости? Или смотрят, зачем он зашел в социальные сети? Нет, ну, вот просто вот захотелось что-нибудь посмотреть любопытное, а там вот это, а тут что-то интересное это, а тут у друга сообщил, он что-то еще любопытное. Зависит от социальных сетей немножко другая история. Мы сегодня говорим именно зависит от новостей. Социальные сети тоже могут быть, есть люди, которые в них проводят массу времени. Они вот есть, если посмотреть в Фейсбук, есть люди, которые в массе тем в комментариях устраивают дискуссии бесконечные, спорят, иногда не стесняясь в выражениях. Причем по любым поводам. Причем люди, живущие в совершенно другой стране, спорят о том, что происходит в иной стране. И так, с жаром, с пеной на губах и так далее, и так далее. Вопрос такой, просто, когда они работают? Хочется спросить, зависит от того, где есть столько свободного времени. Так вот, для начала мы отмечаем, сколько мы проводим времени за день в новостях. И это уже ваку. Если мы замечаем, что несколько за день и время суммарно внушительное, уже повод задуматься. Второе, что мы должны задать себе вопрос, как это влияет на нашу повседневную жизнь? Как это влияет на нашу работу? Как это влияет на наши отношения с близкими? Насколько у нас остается временно все это? Третье, что важно себя спросить, насколько я психологически все это хорошо переношу? Вызывают мне этой новости тревогу. Вызывают мне новости агрессию. Какие вообще эмоции эти новости у меня вызывают? Как долго еще, после как я вышел из источника новостей, как долго я думаю об этом? Как часто мне в голову в течение дня приходят мысли об этом? И если мы замечаем, что мы проводим очень много времени в новостях, для начала стоит попытаться волевым усилием это сократить. То есть сказать себе, я буду на новостях, допустим, раз в день или два раза в день, вот такой утром весь такой короткий отрезок времени и больше не буду. Так как человек, который понял, что слишком часто пьет и решил, что он будет пить реже и меньше. Если получается взять это под контроль, если нет такого беспокойства, что рука чешется опять забраться туда и ты забираешься, то все, наверное, не так плохо. Если вы обнаруживаете, что вся эта история уже вышла из-под вашего контроля, и вы сам того не замечая, снова и снова оказываетесь в новостях, и вы постоянно в тревоге и стрессе, значит, вам стоит, во-первых, задуматься, что на самом деле меня туда приводит, насколько это влияет на мою жизнь, что я реально могу изменить, когда слушаю эти новости. И если я понимаю, что жизнь стала качественно хуже, и уровень тревоги и стресса возрос, я бы не рекомендовал отсечься от этой точки вообще невозможного в лесу без интернета поселиться. Наверное, стоило бы сходить к какому-нибудь специалисту и поговорить о своей тревоге. Возможно, вы узнаете, что ваша тревога, ее источник находится вовсе не в сфере новостей и мировых событий. Возможно, это ваша проблема, то вы до сих пор не занимались, а решили ее таким образом скомпенсировать или заглушить, а в результате только усилили, усугубили. Вот на этом, наверное, и закончим. Ариэль Резник-Мартов, программа Диагноз недели. До встречи в следующий понедельник. Всего доброго. День в день, час в час, минута в минуту Радио. Болтком.